Здравствуйте, уважаемые зрители! Наступило время нашей программы «Попутчик» И сегодня мы продолжим тему, которую поднимали не так давно, меньше месяца назад Мы тогда говорили о том, куда уходят спортсмены, когда заканчивается их спортивный возраст Ну и, естественно, автомобильные спортсмены Сегодня у нас в гостях как раз один из таких спортсменов Но, слава богу, никуда уходить не собирается, это Дэвид Маркозов Можно поздравить с третьим местом, которое, я так понимаю, не так давно было выиграно В клубке губернатора в классе 1600 Как ощущения? Жаль, что третье, что не первое? Или как оцениваются места в этом году? Ну, на самом деле, это для нашей команды за всю историю самый лучший результат Потому что команда существует два года Вот, и, в принципе, неожиданно хороший результат Но для меня лично, конечно, хотелось бы выше Но я думаю, на следующий год мы сможем улучшить результат Ну, тоже вот хотелось бы, да? Понятно, что каждый из нас может назвать там порядка десяти вещей, которых бы очень не хотелось Но понятно, что они там в разной степени реальность Что-то реально, что-то нереально Как вот ты считаешь, что тебе хотелось бы выше третьего места? Что для этого нужно? И, соответственно, чтобы это стало реальным? Нет, ну, для этого нужно всегда время Потому что люди набираются опыта И когда команда новая, по-любому притирка идет Нужные знания Я думаю, что на следующий год будет лучший результат Ну, понятно Хорошо, я тоже надеюсь, что на следующий год будет лучший результат Ну, а сейчас вернемся к теме, которую мы тогда с тобой затронули Что у нас происходит в спорте Потому что, ну, смотря на европейский опыт Где, по-моему, спортсмены живут достаточно хорошей жизнью автомобильной Ну, не в плане даже денег, а в плане условий В плане того, что у них очень много гонок проводится регулярно У них очень много трасс И у них это, в общем, некая культура национальная Гоняться, гоняются все, кому, в общем, это так или иначе интересно Даже совершенно любители катаются, там, на трэгни приезжают Чего у нас, в общем, совершенно нет Поэтому у нас люди устраивают трэгни себе Там, где это удобно По садовому кольцу, по другим трассам В общем, там, таким образом, получают тот недостаток адреналина Который присутствует у них в этой жизни Ну, и, соответственно, спортсменам там отношение совершенно другое Человек, который в спорте сделал какую-то, ну, даже не то, что блестящую карьеру Просто выступал, участвовал Наступил какой-то момент, его берут либо консультантом Либо он уходит в какую-то команду на достаточно серьезную позицию Либо куда-то еще Но, во всяком случае, там не стоит вопрос, что ему попросту некуда идти Что у нас происходит? Ну, у нас все, как бы, все в меньшей степени Но, в принципе, то же самое Потому что у нас автоспорт еще только развивается до ихнего уровня Ну, все, в основном, кого я знаю, идут либо в школы по экстремальному вождению Либо в техцентры какие-нибудь, либо там тренерами Понятно, ну, а ты как решил? Потому что я так понимаю, что у тебя есть еще дополнительный бизнес О котором тоже хотелось бы поговорить в конце Это техцентр по обслуживанию автомобилей Почему это техцентр? Почему это не школа? Почему это не экстремальное вождение? Ну, я всю жизнь, как бы... Ну, не всю жизнь, а всю сознательную жизнь связана с автомобилями Потому что у меня отец делал двигатели гоночные Вот, и я с детства это наблюдал То есть у меня был интерес с детства Я сначала работал тоже мотористом Делал двигатели для BMW Потом мне поступило предложение Попробовать открыть, как бы, свой техцентр Ну, попробовал Здесь такая компания Юнит Мы стали дочерней компанией Ну, понятно Вопрос дальше я так немножко переключу тогда Это неофициальный сервис У нас давным-давно шли разговоры о том, что Как официальные и неофициальные сервисы Как они вживаются в рамках одной страны Изначально неофициальных сервисов было достаточно много Потом половина из них Просто, ну, кто-то из них закрылся Кто-то стал официальными И вот, как бы, мы говорили очень часто о том Что у них жизнь не самая простая у этих людей Как тебе кажется, что вот с жизнью происходит именно неофициальных сервисов? Насколько у них перспективы выжить в этом бурном мире велики? Потому что, если ты помнишь, появился тогда давным-давно Такой модный автомобиль Mercedes в 140-м кузове Вот с появлением которого пошли разговоры Что, ну, раньше неофициальные сервисы существовали Да, это было реальностью А сейчас, ну, посмотрите, какая машина Она вся оснащена там разными системами Электроникой, она очень сложная И чтобы ее подчинить, уже неофициального сервиса не хватит Разговоры шли на рубеже тогда Ну, середины 90-х годов Сейчас уже 2007-й год на дворе И, как я понимаю, ничего не произошло В плане того, чтобы отказаться от этого Неофициальная-неофициальная разница только в том, что Официальные не могут продавать неоригинальные запчасти То есть, соответственно, у них будут цены выше И те автомобили... Ну, давай ты сейчас забегаешь очень далеко вперед Давай сначала на твоем примере статистику какую-нибудь попробуй выяснить Машины приезжают Ну, у кого-то гарантия там Разное количество лет, вот заканчивается гарантия И разговор достаточно часто тоже поднимается Что происходит с автомобилем после того, как гарантия на него заканчивается Человек продолжает по инерции ездить в официальный сервис Ну, привыкнув к тому уровню, к тем ценам Или он сразу же в первый же день после гарантии Приезжает на неофициальный сервис и остается там Как вот по твоему опыту? Купив у дилера машину Клиент, как бы, ну, хозяин машины Он обязан ездить Пока она новая, она на гарантии Он должен обслуживаться у них После этого, после того, как заканчивается гарантия Он правит выбирать Либо его устраивало обслуживание Либо он переходит в неофициал Ну, в общих чертах, вот, в общих чертах, поверь Я примерно точно так же и думаю И хотел услышать у тебя А как это на самом деле бывает? На самом деле это бывает К тебе приезжают ли люди сразу по футборам? Преимущество неофициальных сервисов, да, этих центров В том, что клиент может зайти в ремзону Посмотреть, как делают его машины Официально не разрешают вход в ремзону Самое непосредственное Ну, это тоже такая, да, камень преткновения А все, как бы, ну, мужчина Ведь автомобиль это любимая игрушка мужчины Ну, раньше мы играли детские машинки Сейчас играем во взрослые машинки В другие игры совершенно Ну, знаешь, я думаю, что преимущество в плане Ну, опять же, да, не спорю Можешь возражать, если считаешь, что это не так Я считаю, что вход в ремзону Ну, наверное, это интересная вещь для многих Ну, для кого-то интересная вещь Но это недостаточно серьезный повод, чтобы поменять себе место Где ты обслуживаешь свою машину Нет, ну, при равном качестве Здесь я прихожу и смотрю, как их ремонтируют Там я прихожу и не смотрю У меня, честно говоря, при том, что машины, конечно, безусловно, интересны Давным-давно не стою в ремзоне Не смотрю, как, что там происходит Потому что, ну, честно говоря, откровенно, нет времени просто Нет, там есть разные Значит, цена Цена Неофициалов всегда должно быть дешевле, но иначе они прогорят Потому что дилеры выживают за счет продажи автомобилей Вот, второе, я говорю, это немаловажно Вход в ремзону Все равно, как ни крути Как ни крути, все равно это есть Я даже запрещаю То есть некоторые прям залазят в смотровую яму И вместе со слесарями смотрят, как там ремонтируют его автомобиль То есть, ну, в целях безопасности мы не разрешаем Совсем уж Ну, это старый такой, еще, наверное, 90-х годов тоже пример Когда человек приезжает в сервис и спрашивает А сколько будет стоить поменять вот эту штуку? Ну, ему говорят, например, там, тысяча рублей Если я вам помогу, тогда три То есть люди в ремзоне, они, помимо того, что они удовлетворяют свой спортивный интерес Посмотреть, что там происходит с машиной, это им любопытство Они еще создают достаточно, ну, часто помехи Потому что человек не находится в процессе Тут трудится, ну, скажем так, единый организм этого сервиса Люди знают, где что лежит, как, куда идти И вот в этом механизме застряла какая-то там соринка, да Которая, ну, так вот образно, если назвать Люди ходят и так или иначе об нее спотыкаются И происходит какой-то там, ну, легкий сбой То есть, по большому счету, посторонние люди, которые не в теме Которые не понимают вообще вот принципы вот этих вот процессов Ну, наверное, это лишнее, ты не считаешь так? Не, ну, если совсем он не понимает процесса То он, я думаю, и не полезет Обычно люди, которые ездят на BMW, там, STD-сах Они не сразу же купили их Ну, у меня, во всем случае, большинство клиентов разбираются Судя по тому, как они... Ты знаешь, ты очень хорошего мнения Потому что у меня много знакомых Ну, как бы у нас более как клуб Потому что у меня много знакомых Они все связаны так или иначе С автомобильными темами Потому что от этого фразы о том, что Если люди уж совсем не понимают, зачем им туда лезть Знаешь, если бы у нас все так рассуждали Я думаю, что у нас очень много не было бы таких вот серьезных вопросов и проблем И очень многих разговоров мы бы избежали Если бы люди рассуждали так же, что Ну, если я не понимаю, то зачем я туда полезу? Ну, конечно же, я понимаю очень хорошо Не, ну, совсем уже тяжелые там вещи Такая электронная диагностика Естественно, мало кто понимает Даже мастера в сервисе мало что понимает в электронной диагностике Хорошо, давай тогда я сейчас тебя буду пытать на тему На которую мне вряд ли кого-то удастся попытать Из присутствующих у нас периодически представителей автомобильных компаний Официальных сервисов, потому что им по большому счету мешают Вот как бы дилежерские флаги и там эмблемы компаний А вот такой тоже есть разговор о том, что Качество автомобилей в какой-то момент времени начало ползти вниз То есть если там в 80-е годы качество там определенных марок Оно было, ну, скажем так, вообще вне подозрений То есть все работало, все не ломалось То вот сейчас на рубеже там, за рубежом уже получается Следующего века Даже очень серьезные марки, достаточно дорогие Они часто ломаются И есть такие разговоры Я не буду говорить, что там кто-то утверждает Ну, ходят разговоры о том, что качество автомобилей просело очень здорово К тебе приезжают автомобили Ну, на протяжении какого-то достаточно большого периода времени Ты смотришь там, ты участвуешь так или иначе в их ремонте и обслуживании Что ты можешь сказать по поводу проседания качества на современные автомобили? Ну, немецкие автомобили, я думаю, это не затронуло Если только взять там качество пластмассы и какой-то обивки Потому что сейчас все это стало дорого в производстве Я думаю, что они берут откуда-то там со стран третьего мира Это из кожи китайских плеймеров А остальное по техническим вопросам все очень хорошо И даже развивается в большинстве Ну, нет такого вот Вот эти все разговоры о том, что автомобили стали проседать по качеству Это разговоры несправедливые Несправедливые Ну, немецкие автомобили Немецкие, ну да, не будем говорить за все Ты же работаешь с немецкими Давай мы с тобой будем говорить про немецкие Еще один стереотип, который сейчас есть Изначально у нас был такой момент, что Продавая автомобиль, люди писали с гордостью, жирными буками, выделяя Без пробега по России А сейчас ситуация опять отматывается в обратную сторону Получается, что по-другому Ну, например, если ты приходишь в салон, который занимается трейдином Сдать свой автомобиль Одно дело, если ты купил где-то его у дилера в Москве Другое дело, если ты привез его из Германии, из Европы, откуда-то еще Пусть даже и такой же автомобиль, который сюда поставлялся Это не какая-то редкая марка или модель, которая у нас официально в Россию никогда не ввозилась А такой же автомобиль При этом в трейдине В первом случае, если ты купил здесь, в России Тебе скажут, что да, конечно, здорово Если ты привез из границы, скажут, нет, до свидания И пошли уже разговоры о том, что автомобили пригнаны из Европы Ну, это уже хуже То есть те, которые покупались у нас, у дилеров Вот это вот лучше А ты, я так понимаю, ремонтируешь и те, и другие все-таки Как вот ощущения? Ну, я считаю все равно Если автомобиль пригнан из Европы Он лучше, потому что он ездил по ихним дорогам Не хочу тебя ловить У нас дороги пока далеко До Германии Но дороги это только одна из составляющих Ну, и там люди по-другому относятся к автомобилям То есть там все жестко стоит Если ты не обслуживаешься вовремя То тебе там не дадут даже техосмотр Потому что ты не пройдешь его У нас это можно немножко обойти И люди, которые говорят, как ты говоришь, слухи Это трейд-ин Им выгодно, потому что они знают историю автомобиля в России То есть если она покупалась в России Он может просмотреть эту историю Что там было... В том-то и дело Он же может посмотреть в том числе и сервисную историю Как этот автомобиль обслуживался Регулярно ли он приезжал Там или здесь? Здесь? Может посмотреть Поэтому он и говорит, что автомобили То есть по идее, они обслуживают люди? Купленные в России, они лучше Но на самом деле Все зависит, в принципе, от автомобиля Конечно Ну это да Я думаю, что Вот тоже интересный разговор Когда заводят люди Такую тему, что Вот как тебе автомобиль Какого-нибудь там 93-го года Как он был качественный, надежный Ну мне кажется, что Говоря о качестве такого автомобиля Уже неважно, каким качеством он был первоначально Если он был некачественным Там уже все сломалось Что должно было сломаться По нескольку раз Если он был качественным То это тоже могли уже убить Достаточно неадекватного управления По большому счету Автомобиль в таком возрасте Зависит даже его состояние от того Насколько хорошо он был сделан А насколько хорошо на нем ездили Правильно Абсолютно верно Если можно убить за 3 месяца Новый автомобиль Там взять новый X5 И поездить по Не знаю По Воронежу, Гленте Ты для кого-то сейчас конкретно имеешь в виду? Нет Я просто говорю о том Что все зависит от человека Который ездил на автомобиле Поэтому Нужно смотреть Я не знаю Трейдинг У них, наверное, есть специалисты Которые смотрят Перед покупкой Но, скорее всего, здесь Вопрос в том, чтобы брали Покупали у дилеров Это Заманчивое предложение Покупаешь автомобиль Потом можешь его продать Без проблем По трейдину Ну, подсаживают На удобство обслуживания Подсаживают Грубо говоря, да Вкупе со специалистами Патриадина Грубо говоря, да Ну, а по клиентам Мы заговорили о клиентах Это самая интересная часть населения Ты говоришь о том, что в Европе Это, в общем, некая культура обслуживания Да, здесь спорить не буду На ту же Америку Очень часто пеняют Что люди Многие там вообще Как бы не думают О том, что этот автомобиль Надо обслуживать Он ездит В него надо заливать бензин Периодически Ну, опять же Это из области слухов И, в общем, никто Особенно не занимается тем Что там надо куда-то Залезть под капот Там поменять масло Посмотреть сервисный интервал Заехать куда-то У нас есть люди Которые с удивлением узнают Что за вот эти Три года Которые они отъездили на машине Надо было хотя бы раз масло поменять Или уже такого нет Нет, есть Но их очень мало Ну, во всяком случае Мне они встречаются редко Поэтому Но встречаются Ну, потому что разговор Когда мы начинаем говорить о том Что машины сейчас очень здорово Просили по качеству Надо понимать Что мы должны этот разговор разделить На машины и на людей Потому что Где здесь объективное А где здесь субъективное Очень часто Вот эти вот претензии Качества автомобиля Они связаны тем Что человек сам Не очень адекватно ездит На этом автомобиле Он нарушает условия Как это нам написано в мануале Условия эксплуатации Не соблюдает Поэтому автомобиль Какое-то время пытается Держаться В рамках Да А потом уже Выходит из строя И, соответственно Как бы Появляются претензии Как у меня плохой автомобиль Он ломается По тем поломкам С которыми приходится Сталкиваться в том же техцентре Насколько Как бы много поломок Это человеческий фактор А не Не проблема машины Ну не то, что человеческий фактор Проблема дорог Дорог Топливо Потому что Качество Все зависит от того Какое ты Лешь топливо Это так же Как человек Что он ест Если он будет есть Все время в Макдональдсе Он в конце концов Заработает Что-то антирекламу Проводишь Ну я к тому Если все время делать это Если все время Делаешь что-то Нельзя все Как бы смешивать Я не пытаюсь Антирекламу провести Я просто объясняю Да я не пытаюсь тебе Рассказать, что там делать Я просто тебя слушаю И комментирую твои слова Вот Ну это понятно Хорошо По поводу качества топлива Это самая болезненная тема Причем Болезненная в том Что когда ты что-то ешь Ты в принципе Еще вот на этапе Когда ты ешь Можешь понять Что это не очень хорошо Когда заправляешь свою машину Некачественным топливом Ты в принципе О том что ты это сделал Можешь понять Не дай бог Выехав с заправки И в общем Столкнувшись с тем Что машина перестала ехать В принципе Даже если заправлять Качественным топливом И ездить по хорошим дорогам То все равно На всех Немецких заводах Насколько я знаю Есть целый отдел Который разрабатывает Деталь Допустим Сколько она должна служить Может автомобиль Там 30 лет служить Может невыгодно будет Заводу Вообще Существовать Ну знаешь Я думаю что Это вот и серия Такого картельного Сгора автопроизводителей Помнишь Такие страшилки Рассказывали Что в современные Автомобили Добавляются Такие специальные препараты Которые с каким-то пробегом Начинают там взаимодействовать Чем-то В общем Все там разрушается Но на самом деле Так есть Так есть Это не сказки Расскажи Интересно что там Ну Настолько глубоко Я не знаю Что бы рассказывать Я знаю только то Что есть отдел Который разрабатывает Допустим Норма 2 года Или там 60 тысяч пробегов После чего деталь Должна потихонечку Разрушаться Ну то есть там Не сразу отваливаться И колесо у тебя полетит Просто нужно заехать В техцентр И заменить ее Есть ресурс Ну мне кажется Вот слово ресурс Ну Точно о чем ты говоришь Мне кажется Немножко понимать Надо по-другому В принципе Можно сделать деталь Которая будет служить Месяц Год Два года И там Ну чисто гипотетически 10 лет Стоить эти детали Будет абсолютно разных денег Та которая служит 10 В общем В ее разработку Вкладываться особенно не нужно Та которая будет Два года В общем Некий оптимальный вариант Просто зачем Зачем делать деталь Которая будет служить 10 лет И в общем Вкладывать в нее такие деньги А потом продавать ее За такие деньги Когда в общем Есть некая рыночная цифра Владения Это экономика Иначе невыгодно Вообще выпускать автомобиль Можно выпустить один автомобиль Он будет служить Там 10 лет Без ремонта Все техцентры И все производители запчастей Просто обанкротятся Генри Форд Говорил что Автомобиль нужно выпустить Только для того Чтобы продавать к нему запчасти Поэтому Все автомобильные концерны Понимаете Ну ты в общем Как-то так интересно Смотришь на эти вещи По поводу людей Все-таки давай поговорим Что у нас бывает За проблемой с людьми Какие бывают вопросы Какие ситуации Именно связанные С тем Что они неправильно едут На своих машинах Они неправильно понимают Ну как бы Какие-то рекомендации Воспринимают Или просто их не воспринимают Что за поломки случаются Там С подвесками С теми же С автоматическими Трансмиссиями С моторами Ну есть наверное Три категории Совсем варвары Которые Берут новый автомобиль И я говорю Ездят по таким колдобинам Прямо пробивают Не добавляя скорости Да Ну то что касается подвески Здесь в общем Здесь может дойти до Вырывания там чашки Кузова Куда крепится амортизатор Здесь как говорится Ничего не поможет Нужно просто Менять Или стиль езды Или Ну или страну Или автомобиль Там какой-нибудь грузовик Вот Вторые Это те Которые тянут до последнего То есть Ну сейчас 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 И в итоге Ну тоже хороший момент Что-то у тебя Автомобиль начинает Какие-то подавать признаки Нездоровья Ты их воспринимаешь И думаешь Ну мне сейчас Не до этого Или ну сейчас Пока он там шумит А потом я заеду Да Или сейчас Сейчас пойдет Зима пройдет Я заеду весной И все поменяю А как оказывается Одна деталь Тянет за собой еще три Ну потом Вот можно в деньгах Вообще вычислить Сколько стоят Вот такие мысли Например если У тебя что-то По подвеске Начало стучать Ты слышишь А ты понимаешь Что сейчас я не готов По деньгам По времени Мне неудобно Сейчас или как-то еще Потом я езжу На этой машине месяц И сколько получается Вот сколько я мог заплатить тогда И сколько я заплачу Там через два месяца Вот в нашем техцентре Диагностика бесплатная То есть Ты можешь каждый день заезжать И диагностировать Ты будешь знать Что у тебя То есть опасно Этот злок Бывает Там просто Брызговик Отлетел Он издает такие звуки Как будто там Аморизаторов нет вообще Вот Ты заезжаешь И сам оцениваешь Свои возможности И стоит Не стоит И сколько это стоит Потому что Все случаи разные Вот Дальше уже Если Ремонт дорогой Ты его делаешь Или Если тебе Но если тебе это дорого Ты там как бы сам решаешь Насколько это адекватно Я имел в виду Сейчас немножко другую вещь Вот Ну мы понимаем О чем мы говорим Что у человека Возникли какие-то проблемы Технические Что-то стучит Что-то гремит Он понимает Что сейчас Может быть у меня сейчас Нет денег Может быть нет времени Дай-ка я сейчас поезжу Какое-то время И Как бы понятно Что если ты поменяешь Это сразу То это будет стоить Например 100 или 200 долларов Если ты не сделал Этого сразу Проездил два месяца Сколько Какая цифра может получиться Этих двухсот долларов То что ты говоришь Одна деталь цепляется Может и тысяча долларов Никто не знает Как там Где он ездит Как Никто не просчитает Этого Можно просчитать только то Что у тебя на данный момент Что там дальше будет Как это цепляет за собой Что уже непонятно Не то что непонятно Это просчитать невозможно Можно просто грубо сказать Что это будет стоить Дальше от тысячи долларов От тысячи От тысячи Если ты сейчас не поменяешь Это за 200 Понятно Хорошо Ну Сейчас мы вернемся К этому разговору Пока у нас звонок Мы пообщаемся со зрителями И вернемся К обсуждению наших проблем Здравствуйте Вы в эфире Алло Да здравствуйте Слушаю вас Можно мне говорить Да говорите конечно В эфире уже Вот Можно ли мне Я приобрел автомобиль В Саратове Вот Живу я в Балашове Но ТО ТО Делать в Борисоглебске Там тоже продают Деонекси Вот Но мне Борисоглебске Ответили Что мы ТО делаем Только Тем автомобилям Которые продали Тут Борисоглебске Но фирма Одна Деонекси Так А вы купили Новый автомобиль На гарантии Вот только Две тысячи Он у меня прошел Мы сейчас Немножко Правда не об этом Говорим Но давайте Немножко Отключемся От темы Нашего разговора Я попробую Ответить вам На ваш вопрос Если автомобиль На гарантии Куплен новым И Компания Производитель Имеет перед вами Некие гарантийные Обязательства То Автомобиль ваш Будет ремонтироваться В любом месте Проводиться ТО Будет на автомобиле В любом месте Которое Называется у вас Официальным дилером Любой официальный дилер Который Исполняет Вот эти услуги По предоставлению ТО Он сделает вам Все те же самые вещи Вне зависимости От вашего Или его местоположения Уж совсем уж Вне зависимости От того Где вы этот автомобиль Купили Так что Не знаю Чем вызвано Такое странное поведение Нежеланием зарабатывать денег Или неумением Проводить ТО Но во всяком случае Если вам интересно Делать это именно там То вы можете делать Это именно там То есть никаких проблем С этим нет Теперь говоря о том Что происходит На сфере Негарантийного ремонта Когда Человек ремонтирует У свой автомобиль У дилера Там есть такое понятие Как агрегатный ремонт Если у тебя что-то сломалось В каком-то агрегате То этот агрегат Просто-напросто меняется Что еще тогда Говорилось Когда Шерезговор о том Что лучше Официальный или неофициальный Гарантийный Или ну как бы Авторизованный Или неавторизованный Что можно Делать Именно ремонт Самих агрегатов Не замену А ремонт Это вот двигатель Это автоматическая Коробка передач Вы беретесь за ремонт Таких сложных вещей Да беремся Часто Слышится о том Что здесь На территории нашей страны Ремонт качественной коробки Там или двигатель Он там в принципе То ли невозможен То ли он возможен Но в общем Не того уровня И как-то Как вот оцениваешь сам ремонт Таких вещей На территории Мы даем гарантию Также в Германии Производят этот ремонт Агрегатов Это связано не с тем Что у нас не умеют Ну просто невыгодно Дилерам в нашей стране Ремонтировать Продажи Это не только в нашей стране Дилерам Это просто В Германии ремонтируют Я знаю точно Но не дилер ремонтирует Дилеры собирают Отвозят где ремонтируют Есть место где ремонтируют Все эти вещи Потому что каждому дилеру Иметь например Все что необходимо Для ремонта двигателей Наверное Это будет не совсем Обоснованно Это все-таки оборудование Это специальные люди Которые умеют это делать Они каждому дилеру Наверное не нужны На самом деле Дилеры не ремонтируют Такие вещи Потому что У них до 3 лет гарантия После этого Как показывает практика Люди уезжают От дилеров В разные Неофициальные Техцентры По прошествии времени Там это 7 лет 7-10 лет После чего Нужно ремонтировать двигатель Вот поэтому Больше Такие работы Выполняют Неофициальные Делаете Какая гарантия После этого На двигатель 60 тысяч Или по времени Год 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 Бывает Случай рекламации Что вы делаете ремонт Приезжает человек Потом говорит Не прошло еще и года Или 60 тысяч А у меня опять проблема Бывает Связано это Как правило С чем С тем Что какие-то ошибки При ремонте Или все-таки люди Человеческий фактор Бывают и ошибки При ремонте Ну не ошибки А некачественные Допустим Запчасти Бывают Что Просто человек Там Мы Рассказываем Вот у меня был случай Собрали двигатель Клиенту говорят Не больше То есть Первые тысячи километров Не больше Трех с половиной тысяч Оборотов Нужно Обкатывать двигатель Он дал Он дал на первой передаче Три с половиной У него естественно Разорвало сразу двигатель Выезжал Из техцентра Быстро Да И говорит Что вы меня сделали То есть Как вот Разговаривать То есть Мы ему объяснили Что это нужно было делать Тысячу Ездить На пятой передаче Три с половиной тысячи А не на первой Ну понятно Человек как бы Мы пошли на встречу Опять перебрали Все сделали В следующий раз Он приехал через время Нет он больше не приехал Ну по рекламации То есть есть возможность Так делать ремонт Достаточно качественно Еще какие-то есть случаи По поводу того Как выясняется Как вообще определяется Вот интересно Потому что Часто приходится говорить о том Что Есть спорные моменты В дилерстве Там тут В дилерских автомобилях В основном Ника тоже есть спорные моменты Которые Ну Сложно определить Как их рассматривать Чья это вина Чья это ошибка Это неправильная эксплуатация Это Некачественная сборка Или это Некачественные комплектующие Как вы определяете Что это за случай Что из трех Какая причина была Ну так как я сказал Что у нас как бы Клубная система То есть у нас люди Мы не подходим Так жестко К клиенту Если Мы видим Что это Наша вина Да Если это рекламация На самом деле То мы не начинаем Разводить Или что-нибудь такое Мы просто принимаем Это как Нашу ошибку И делаем его То есть Есть какие-то Правила И нормы По принятию решения То есть мы больше Наверное Восьмидесяти процентов Если брать из стада Ну всех случаев Обращение Принимаем Да А какие случаи Входят в те Печальные двадцать Когда вы не принимаете Как вы определите Про тот случай Я думаю Что про первую передачу Больше мы не примем То есть мы тогда Приняли это И Вот такие как бы Явно выраженные Их не ошибки Обычно это все Упирается в сложную Достаточно диагностику В достаточно дорогую диагностику Экспертизу даже Скажем так После аварии Ну не скажем После того Как произошло Вот это вот событие Предлагают проводить Экспертизу Люди будут разбираться Многих вообще Эта вот история пугает И говорят про экспертизу Ну понятно Вы меня хотите развести Но мои же собственные деньги Поэтому я не буду Дальше с вами Работать Я пойду ремонтировать Свой двигатель куда-нибудь еще Вы экспертизой не занимаетесь Этих вещей Занимаемся Но как правило Мы обходимся без экспертизы Если уж совсем Такой какой-то сложный случай То мы можем отправить На экспертизу И экспертиза все покажет Понятно Ну и поговорить Немножко хотелось бы о ценах Ты себе можешь представить Сколько человек теряет Или приобретает Там например Ну наверное это все-таки дешевле Как ты сам начали говорил А насколько дешевле Обходится ремонт Неофициальном сервисе По сравнению С таким же ремонтом Или обслуживанием В сервисе официальном Ну на один и тот же автомобиль Я не буду сейчас Приводить какой-то пример Но вот какой тебе удобнее Я могу сказать Что в нашем техцентре Стоит 40 евро Норма час А у дели Как правило 80-90 80-90 евро Вот и считай Сколько Сколько обходится Ну где-то Где-то раза в два Да Но причем Норма час Это не всегда единственный способ Оценить сколько будет стоить ремонт Потому что бывает такая вот история Когда Человек звонит в два разных Сервиса Узнать Где ему сколько обойдется ремонт Ему называют цену Норма час Там 50 Здесь 8 Он понимает Что там где 50 дешевле В итоге получается Там где 50 Он заплатил дороже Потому что ему вот этих Норма часов насыпали Делали 3 часа Столько Сколько В другом сервисе И близко не было Там ему за 2 часа сделали За 90 А там ему за 5 часов Это все устраивает Ну это приведет к потере клиента Ну конечно Ну он заработает допустим Эти 50 евро И больше клиент к нему не приедет И скажет еще Двум там друзьям Что не езжайте в этот сервис И все Ну смотри Я понял Очень жесткая сейчас конкуренция Люди я думаю Такого уже нет До вас еще не дошла Вот эта история Которая сейчас происходит У нас В сегменте новых автомобилей Что Конкуренция идет Не между сервисами Разными станциями А уже между людьми Кто быстрее успеет Записаться в этот сервис На ремонт На обслуживание На что-то еще Потому что Между людьми и клиентами Между клиентами Ну по тем маркам Которые сейчас очень Так скажем В хитах по продажам Очень тяжело записаться На ремонт Особенно если он там Кузовной Это проблема Поэтому многие сервисы понимают Ну зачем нам бороться за клиента Ну их и так уже Их очень много Этих клиентов Что с ними делать Это дилеры До вас не дошла Вот эта волна Такого количества автомобилей Потому что у нас Нет такого ажиотажа Я говорю Люди покупают Это уже как Вторые руки Обычные люди Которые ездят на гарантии Они потом продают Ну после гарантии продают Да Это люди привыкшие К такому обслуживанию Да Поэтому у нас нет ажиотажа Там записи на месяц Дачи каких-нибудь Денег за обход очередей Чтобы пройти без очереди Нет Понятно Хорошо Ну у нас есть еще звонок Здравствуйте Вы в эфире Здравствуйте Александр Мурманск Вас беспокоит Очень приятно Александр Здравствуйте Вот по поводу сервиса Во-первых Спасибо что вы есть Очень нравится смотреть ваш канал Спасибо вам Во-вторых Вот я обслуживался на автовазе Одно время Вот мне не понравилось там Что все расходники Заставляли покупать На автовазе? Ну да На автовазе официального дилера Вот например Надо передние ступицы сделать Это не килограмм ладлитола Говорят Сходите купите Мы вам поменяем А вот сейчас купил Рено И ехал с отпуска с Крыма Заехал на обслуживание по гарантии Новое 15 тысяч На станцию в Москве На Варшавске Так Вот заехал Мне отцепили сами прицеп там на территории Загнали автомобиль внутрь Вот Ну и сказали минут через 40 все будет готово Выходят и выносят счет Вот я счет посмотрел Говорю ребята посмотрите У меня что-то расход увеличился Немножко Они хорошо сейчас Еще полтора часа отсутствовали Потом выходит мне говорит Мы вам заменили свечи Хотя эти свечи и в первом счете были Вот Но дело в том что Они сразу их не заменили А в счет предоставили Потом в счете было указано Налили по соло литр Хотя в принципе я расширительный бачок видел И знаю сколько там было Мне вот это не нравится Еще у меня был сейчас случай Вы понимаете Сдаю назад на автомобиле У меня стук получился В заднем колесе какой-то Вот Ну я сдернул колпак Смотрю грузик лежит между диском и колесом Я доехал Ну и надо было Смотрю какая станция Не официальный дилер Но тоже приличная станция Я этот грузик обратно сунул Вот Колпаком накрыл И заехал на станцию Я сейчас подойду через часик Посмотрите пожалуйста И мне предоставляют счет Там поменяли подшипник Все остальное прочее Я конечно посмеялся Ради интереса приехал Они грузик прилепили Даже колесо не отбалансировали Это в принципе по нашему сервису Интересная Интересная история Ну И вот у меня небольшой еще вопрос У меня на машине по гарантии прикуриватель Ломался Распространяется на него гарантия или нет? Фу Ну вопрос на самом деле на засыпку Потому что у нас гарантия Это не что-то такое единое для всех У нас на все автомобили По идее гарантия На разные вещи На разные сроки На разные вещи Я честно говоря не беру На всяческую ответственность Сказать распространяется ли гарантия На прикуриватель Ну проще всего позвонить туда и узнать Или позвонить по горячей линии Производителя Который производил ваш автомобиль 19% Что не распространяется Ну скорее всего нет Потому что это такая Как бы расходная вещь И даже на новых машинах Очень часто замечают Что прикуриватели Они практически Уже сразу не работают Видимо это такая борьба с куриной Скорее всего предохранитель сгорел Да нет Не предохранитель Прикуриватель работает Сам этот вот элемент прикуривающего То что он не работает Да Ну предохранитель Смотрите предохранитель Я думаю все Все вырастет Понятно По поводу такой вот Популярной вещи Тоже сейчас Звонок напомнил Вещь которая называется Развод О чем часто говорят Но на дилерских сервисах На официальных сервисах Об этом говорить Это меньше приходится Потому что ну Какая проблема Человеку что ему поменяют Там пол машины Если она на гарантии Если вы считаете Нужным это менять Меняйте Я все равно за это Как бы не плачу То что касается Сервисов неофициальных Сталкивался Даже ну не на своем На примере тех людей Которые приезжают На обслуживание Сталкивался с такими примерами Когда люди жалуются На соседних там сервисах На каких-то других Или у себя там За мастерами Замечаешь такие вещи Что кто-то пытается Человека развести на что-то Что в принципе Ему делать не обязательно Ну конечно сталкивался То есть есть Такое что на рынке Есть и у нас Не то что у нас Я жестко пресекаю Естественно если Такое происходит Расстреливаешь У нас не то что развод Или как вот То что ему не нужно А то что ему нужно Ну как бы Через месяц То есть он на подходе На начальной фазе Разрушения Допустим Соленблоки Вот Но все Нужно правильно Объяснять клиенту Если он хочет На данный момент Есть люди которые Любят чтобы у них машина Была всегда в идеальном состоянии То есть они ездят там Далеко И надолго А есть люди которые Я говорю Все зависит от Как наши Ну понятно Вот сейчас к этому вернемся Пообщаемся со зрителями И дальше вернемся к разговору В принципе постоянно О том что другие сервисы Там Давай попробуем с тобой поговорить Как с человеком из этого бизнеса Как вот клиенту определить Что такое развод Что такое неразвод И как себя вести А пока у нас есть Звонок Пообщаемся со зрителями Вернемся к нашей теме Здравствуйте Вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Говорите если можно громче Вас плохо слышно У меня вопрос По автомобилям У меня машинка не гарантийная Так У меня сейчас такая У меня сейчас проблема С короткой передачей автоматической При попечении Сервисным центром официалов Не предложили заменить Электронное управление Короткой передачи На вопрос Если это не поможет Продолжили заменить Саму коротку Но Насколько я понял Прежний хозяин Производил ремонт Когда я спросил Нужно ли заменить масло В машине с короткой Они говорят что Если масло не меняем Наверное Это не автомобиль Но По некоторым данным Люди говорят что Резинбург после этого Замены проводить Раз в 30 тысяч Потому что масляные фильтра И масса Продолевает Немножко отличается С тех Я понял Я понял Давайте сделаем так Я попробую Понять ваш вопрос Так как я его услышал Потому что у нас очень плохая связь И попробую тогда перевести Ситуация в том Что коробка Есть проблема с коробкой Официальный Официальный Как я понял сервис Предложил сначала Поменять систему управления Этой коробкой Если не поможет То поменять коробку И разговор шел О замене масла Потому что На автомобиле БМВ Говорят что масло Не меняется Весь срок Службы автомобиля Трансмиссионное Нужно ли мы менять Или нет Вот масло в коробке Мы меняем Когда? С каким интервалом? Раз в 30 тысяч Потому что бывает То есть Здесь как бы С двух сторон можно смотреть В принципе коробка неразборная Но масло Нужно менять Потому что Есть стружка Стружка попадает Скорее всего У человека такая проблема Что он не переключается С третьей на четвертую Потому что Там есть такие маленькие канальчики И Забиваются стружкой Все равно износ идет Как там Не крути И технологии еще Не такие совершенные Чтобы они сами восстанавливались То есть Естественно Есть разрушение Из-за этого Мы только меняем Это как профилактика Меняешь фильтр Масло И коробка В принципе Очень долговечна Ну если опять же Правильно себя вести Ну В принципе У БМВ Очень надежные коробки Если все делать правильно ЗТФ Если не путаю Да Там Гитрак ЗТФ Понятно Разные Поставщики Понятно Ну и вернемся Сейчас к тому О чем мы начали говорить Какой-то ликбез Для людей Которые сталкиваются С тем Что называется развод Вот как человеку определить Очень часто Вот эти вот ситуации Когда кто-то Жалуется на развод Приводят к обратному эффекту Люди Наученные там Друзей Опытом Друзей Опытом соседей Понимают И понимают Что если я приду На сервис Меня начнут разводить И любое предложение Уже встречают Достаточно осторожно Вам нужно помимо фильтра Зачем Я этого не хочу Мне это не нужно Вот как Понять Где адекватное поведение Где неадекватное Что в принципе Стоит воспринимать нормально А что Что стоит воспринимать Как бы Как Как развод Ну сейчас вот пока Подумай просто О конкретных примерах Мне бы хотелось Слушать Ну на примере Каких-то конкретных вещей А пока Пообщаемся со зрителями И вернемся тогда К обсуждению Наших проблем Здравствуйте В эфире Алло Да здравствуйте Алло Здравствуйте Я бы хотел бы сказать Что Вот Я с Краснодара Зовут меня Вадим Очень приятно Вадим Значит Вот по поводу того Что там вот Разводят На сервисах Все А почему Ведь мода пошла У нас такая Не пускают Клиентов на сервис Загоняют машину Говорите Смотрите Вот на экране Ваша машина Что с ней делают Как ее там видно И потом начинают Вот сколько уже проблем И с этим сталкиваюсь Не только я А многие Вот я вот У меня кондиционер Я на сервисе У дилера Я говорю Меня не пускайте Я поеду к другому Поедешь к другому К нам больше не приезжай С поломкой Потому что Официальный дилер Нас он не интересует Только у нас Отслуживаться В общем Замкнутый круг Вот сейчас хочу Клиндай менять Допустим На Тойоту Или Субару И опять проблема Потому что Опять привязан буду К одному дилеру И опять меня не будут Пускать на сервис Вы не отключайтесь У меня к вам есть Несколько вопросов А вам самому интересно Было бы посмотреть Что происходит С вашим автомобилем На сервисе Ну конечно Интересно было Приезжаться в Ремзоне Ну хорошо Тогда По поводу тех людей Которые говорят Что если вы уедете В другой сервис То к нам Можно больше не приезжать Знаете Этот разговор уместен Когда вам Одна женщина Говорит вот такую фразу Относительно другой женщины Если ты уйдешь к другой То ты можешь потом Ко мне больше не приходить Но добавляя при этом Какое-то неприличное слово А когда речь идет о сервисе Здесь ни о каких отношениях Речь не идет Здесь идет речь О выполнении Дилерских обязательств Производителя Производитель делегировал Этому сервису Возможность обслуживать И ремонтировать Автомобили этой марки Официально По договору Поэтому Сколько бы вы сервисов Не поменяли И в какие бы вы Не обращались На ТО На ремонт На гарантийное обслуживание Никто из этих сервисов Не вправе отказать вам В предоставлении таких Услуг Или такого ремонта Если у вас есть проблема Опять же говорю Звоните по телефону Горячей линии Называйте конкретные Названия Названия конкретного сервиса Фамилию конкретного менеджера Я думаю Что этого человека Будут достаточно серьезные Проблемы Из-за того Что он так Специфически понимает Что такое официальный дилер А по поводу Это не только по поводу Марки Hyundai Это по поводу Марки Subaru И марки Toyota Так что Это не должно вас останавливать Вы можете выбирать Любой сервис Который вам удобен При условии Что он официальный По поводу Развода Давайте Хотел вернуться К твоему вопросу Как раз человек сказал Что он хотел тоже Посмотреть Как обслуживает его Ну видишь да Я не смотрю Но как бы Я не призываю всех там не смотреть О чем я тебе и говорил Значит Грань Ты говоришь Где грань Как определить Разводят или нет То есть человеку Мы берем его в ремзону И показываем То есть вот наглядно Вот смотри Вот твои там Рваные пыльники И все остальное Да И он сам уже принимает решение А когда человеку выносит бумагу Он даже не видел Что с его автомобилей То естественно У него есть подозрение Что его разводят Ну вот такая Человеческая психология Человеческий фактор Конечно Поэтому большой плюс Я говорю о том В том что мы можем Завести человека Непосредственно Под его автомобиль Показать Или там Открыть капот И показать Что у него На самом деле Это у него фильтр Как ты говоришь Что фильтр или нет И он уже принимает решение Он видит сам Мы же не будем подсовывать Другой фильтр Да Ну в принципе да Или при нем Прямо это все происходит Он может с момента Заезда автомобиля Присутствовать То есть изначально Не то что мы уже разберут машину И у него тоже могут возникнуть подозрения Хорошо Ну тема развода на этом не заканчивается Мы еще пообщаемся Пока вернемся к нашим зрителям Здравствуйте Вы в эфире Здравствуйте Да Слушаем вас Я хотел задать вопрос По поводу Того разговора Что вы сказали После сервиса Выезд в машинах И на 3,5 тысячи Движок Сломал Угу Меня интересует Какая разница Первая передача была Вторая Третья Или четвертая Если вы Делаете Нормальный ремонт Вы наверное Как-то двигатель На сайте Испытываете Обкатываете Или нет Вопрос на засыпку Называется Дэвид Все Закончил Да Все Можно отвечать Ну Чтобы было проще Представьте Что Первые 100 километров Когда Под нагрузка На первой передаче Двигатель испытывает Гораздо больше нагрузки Чем на пятой Потому что Он уже идет в движении Вот если взять Там нужно точить И знаешь Там красная Первая от пятой Отличается в этом плане Да Поэтому нужно Первая Ну Не давать Максимальные Три с половиной тысячи То есть на первой Это две Дальше Две с половиной Вторая Третья Четвертая Ну Понятно То есть в принципе Я бы даже немножко По другому сказал Что Три с половиной тысячи Это не те Обороты Которые нужно держать Начиная с самого выезда Да Это некий потолок А как уже там дальше Будет вести Тебя двигатель Нельзя грузить двигатель То есть первая Это просто для трогания С места Вторая Там далее Уже две с половиной тысячи И третья Три тысячи И три с половиной Это предел И только на пятой Или там на четвертой Желательно на четвертой Потому что пятая Она тоже идет в минус Ну а вот По поводу того Что ремонтируют Этот двигатель Есть люди Которые понимают Которые разбираются В технологиях И в запчастях То есть достаточно компетентные Достаточно квалифицированные Которые занимаются этим ремонтом Или вы отдаете Эти двигатели На ремонт куда-то Нет Есть люди Компетентные Которые С автоспорта Делают гоночные двигатели Там Как бы двигатель Он не в Африке двигатель Но есть нюансы Поэтому у нас Ну как бы Спорт он более нагруженный Да К нему и требования Выше и уровень технологии Причем хочу сказать Этому телезрителю Что двигатель был От М5 Поэтому там Совсем другие От BMW М5 Которые 400 лошадиных сил И 8-цилиндровый двигатель Там нужна была Своеобразная Обкатка Но мы ему все объяснили Просто человек был Не совсем Молодой парень Он уже был готов уехать На этом автомобиле далеко Ну у нас еще один звонок Здравствуйте Вы в эфире Здравствуйте Слушаем вас Алло Да здравствуйте Здравствуйте Это Николай Семенград Очень приятно Николай Вот я хотел бы Задать такой вопрос Почему у нас сейчас работа С сервисной станции Оценивается Как бы сказать По норме часа А не о том Как выполнена работа Например Заменит подшипник ступицы Да Угу Приведу вам пример такой Приезжаю на станцию Да Я профессиональный водитель 74-го года У меня Забудил подшипник Задняя ступица Да И мне этот подшипник Меняют 3 часа Понимаете Угу Ну Почему Это делается Почему не оценить Вот действительно Замену подшипника Стоит например Там 100 долларов Вот в чем дело Ну я думаю Что вы со мной Согласитесь Что не принципиально Как оценивается В каких единицах По времени Или по деньгам Можно оценить Замену подшипника В 100 долларов А можно оценить Замену подшипника В 2 нормы часа Каждая из которых Будет по 50 долларов Вопрос в том Что должна получаться Некая среднерыночная цена Цена на замену подшипника Не должна отличаться От того Где находится этот сервис Там Ближе к дому На 5 километров Или дальше на 10 А как они считают Там по нормам часа Потому что по большому счету Вы как водитель Наверное тоже понимаете Да Что есть операции Которые Многие водители Особенно раньше Выполняли сами Замена свечей Есть программа Замена свечей Грубо говоря Да Как менять Как считать По замене свечей По стоимости Есть специальная программа Которая рассчитывает Норма часа И сколько нужно на это потратить В любом случае Ты меняешь свечи Ты тратишь на это Какое-то время Нет Есть эта программа Которая учитывает Сколько времени Уходит на замену этих вещей И сейчас разговор Даже наверное Можно сместить В сторону того Насколько адекватны Вот эти вот заявленные Норма часы Реальным затратам По времени Ну это разработано Производителем Поэтому Не Ну допустим Заводом BMW Или Mercedes Замена свечей Там Один норма час Если Слесарь меняет И вот три часа Эти свечи Ну это проблема Слесаря Да Сервиса Потому что Нужно либо менять Такого слесаря Либо Он как говорится Разводит Ну тут тоже вопрос Завод Производитель BMW Или Mercedes Он же не рассылает Всем желающим Нормы По норме часам Есть программа Нет У нас Есть такая программа Как об этом узнать Человеку Ну показываем Показываем В принципе Вот на такие работы Как сказал человек Там Замена подшипника ступицы И замена там свечей Ну то что известно То что там чудес не бывает Да там Выкрутил Заменил У нас то есть Стандартные цены Просто без нормы часов Без нормы часов Да неважно Три часа или три часа Посмотрим там сколько Три или не три Сейчас мы пообщаемся С зрителем Может быть 30 минут Может быть я чего-то Не допонимаю Просто интересно С тобой поговорить Как с человеком Который работает В этом бизнесе Здравствуйте Вы в эфире Добрый вечер Добрый Меня зовут Сергей Александр Петерурга Очень приятно Сергей Слушаем вас Здравствуйте Хотел бы вам сказать Что вот Есть такой сайт Вот я посмотрел И по телевизору Показывали И в интернете Берлин.автору Да Вот Я как бы по интернету Заказал себе машинку БМВ Х5 Вот такая здесь машинка Есть такая Да Вот Там значит Не знаю как по трейдину Она была продана Там мне Или как В общем я Был в Германии И как бы купил Но она 2002 года Вот И вроде все нормально Я на ней отъездил Я там не следил за спидометром Сколько чего В общем то Через 4 с половиной Где-то через 5 месяцев У меня коробка передач Накрылась Автоматическая Так Я обратился В сервис центр Значит к дилеру Который здесь представляет Да Свои возможности Вот И мне значит ответили Что мне надо ехать за границу Заказывать значит там Здесь Вы у нас здесь не покупали Значит там не покупали Ничего не покупали В общем едьте туда За границу обратно И разговаривать Там заказывать И так далее Интересно Никто не хочет Обслуживать ничего У меня машина до сих пор стоит Интересная ситуация Ну Поскольку Сервис ваш занимает Все таки В том числе Автомобилями BMW Рассудите По поводу этой ситуации Вот сломалась автоматическая коробка Приезжает У меня нет слов Приезжает в официальном дилеру Или нет Ну я так понимаю Что там нет Не официальный дилер Потому что машина 2002 года Куплена в Германии Какие могут быть официальные дилеры Если человек платит За ремонт коробки Почему ему не делают Не могу понять Ну то есть это все делается Конечно Элементарно И на X5 И на другие И на любую Жаль что он не в Москве Мы бы ему сделали Понятно Наш техцентр Называется Кейсел Приезжайте Ну это Понятно Что все делается То есть нет Сейчас такой проблемы Что какие-то сервисы Неофициальные Не могут Абсолютно Хорошо Сейчас на подходе Еще новые автомобили Которые сейчас появляются Там Проседес 221 кузове И дальше 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 Все это будет сложнее 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 Нет такого опасения Что в какой-то момент времени Просто все эти автомобили Которые выпускаются Уже будет Не под силу Обслужить Неофициальному дилеру Без официальных программ Диагностических производителей Без всей этой технологии Потому что автомобиль Потихоньку превращается В какой-то такой Симбиоз железа И компьютерных программ Всяких разных Таких сложных вещей Которые Ну В условиях гаражного сервиса Ну уже явно не ремонтируются Уже требуется сервис С таким уровнем Ну Есть опасения Но в принципе Все видишь Эволюция Затрагивает все сферы Раньше не было у нас плазмы Сейчас В каждом Я не знаю Кафешке В каждой кафе висит Да Показывают там разное Мой сын там Делает с телефоном Такие вещи Которых я там Даже думал Что хакеры не смогут Хотя ему 8 лет То есть Я думаю Что человек придумывает Другой сможет Отгадать Там не знаю Обслужить Отремонтировать Или взломать Ну Прогресс идет С диагностикой сейчас Это какие-то взломанные программы Или это вполне официальные программы Нет Диагностикой Ну Грубо говоря Диагностикой Это же первый вопрос Которая чуть Чуть устарела Как бы Ну Старше чем То что у них есть Потому что У них тоже проходит срок И они могут это Распродать там Каким-нибудь неофициальным сервисом Оборудование Позволяет выполнять Все эти операции Которые Выполняли дилеры Или сейчас получается Что все-таки Вы на шаг Отстаете от дилеров Из-за того Что вы более старые Оборудования Может быть на одну треть шага С чем Потому что Им первым поставляют Завод Иткодавитель Самое лучшее оборудование Но в принципе Я говорю еще раз Что новые автомобили Которые на гарантии Они просчитаны Настолько Что Срок службы гарантии Заканчивается Я бы говорил про этот отдел И дальше Террористы из этого отдела Отдела Нет Просто все просчитано Поэтому Это оборудование Которое у них Оно просто нам не нужно У нас автомобили Другого уровня И другого Года выпуска А к этому времени Мы как раз Покупаем То оборудование Которое нам нужно К этому времени Все и подойдет Я думаю Что так же 221 кузов Когда устареет Мы будем уже Не на плазме Смотреть телевизор На чем-то другом Смотреть Телефон Хорошо По поводу Качества Вопрос Качества сервиса Он тоже такой Краеугольный камень В нашем автомобильном бизнесе Как Можешь ли ты взять На себя такую смелость Сопоставить Качество обслуживания У официальных дилеров И Соответственно У неофициального сервиса Достаточно достойно То есть мы не берем Гаражные варианты Ну это сложно Я не могу Не видел просто Как Я думаю Что качество Примерно Одинаковое Просто есть где-то Более пафосное И менее пафосное Помещение Это как преподносится Уже Я имею ввиду Ну некую Просто Некую квалификацию Мастеров Тоже Квалификацию Тех людей Конечно Нет Смотря Ну И у официальных Дилеров Может быть Такая ошибка Которая Не знаю Непростительная Непростительная Если они покупали Новая машина Скорее всего Себя владельцем Если не нового Автомобили На гарантии Хотя бы И тогда И тогда он уже Переходит После этих Нескольких Месяцев Он переходит В неофициальный Сервис Не является ли Вот этот Переход Из официального В неофициальный Каким-то Культурным Шоком Как Я из всего Этого Великолепия Попадаю Практически В гараж Нет сейчас Такой разницы Между официальными И неофициальными Сервисами Ну Я еще раз повторяю Это как люди Кто-то может Делать там Евроремонт В квартире Супер-пупер И в другую Уже не зайдет А кто-то живет Причем у него Денег столько же Сколько и у того Вот поэтому Все зависит от человека Ко мне приезжают Тоже люди На новых автомобилях Просто там Заменить масло Ну Не втихаря Он может поменять И масло И фильтр И просто потом поедет Опять к дилеру Чтобы поставить Эту галочку Так что Так можно сейчас делать? Или это вопрос Не совсем официальных Переговоров? Я думаю что Нет такого жесткого Если можно без очереди Записаться Значит можно все Можно все По большому счету У вас никогда Кстати не посещала мысль Стать официальным дилером По той же марке BMW или Mercedes? Посещала Но у нас Мы не можем По финансам Финансовой причинам Выйти на тот уровень Это серьезный Финансовый уровень? Да Серьезный финансовый уровень Мы пока не можем Но как бы Все равно в планах Есть такое ощущение Если финансы позволят То вы будете становиться Официальным дилером У нас более развязаны руки То есть мы можем продавать Неоригинальные запчасти А дилер не может Поэтому у него и цены Гораздо выше Я не думаю Если так вот Совсем откровенно говорить Я не думаю Что ты занялся Автомобильным бизнесом С одной целью Я хочу заниматься Автомобильным бизнесом Чтобы продавать Неофициальные запчасти Это все-таки решение Каких-то других проблем Отчасти финансовых Отчасти это Возможность быть все-таки Даже на работе Быть в автомобильной теме Что тебе интересно Это в общем такая совокупность А из чего состоит Уже этот бизнес Из продажи официальных запчастей Из продажи неофициальных запчастей Наверное это уже Не так уж и важно То есть да У неофициальных Там скажем так Или у независимых станций У них развязанные руки Действительно никто В общем жестко Не диктует им Как и почему Себя надо вести Но с другой стороны Конечно у дилеров Есть много Ограничений таких Но не совсем адекватных Вот например Там приезжает компания К какой-то дилерский центр Говорит знаете У вас плитка Лежит здесь Не совсем нашего Белого дилерского цвета Нам бы очень хотелось Чтобы эту плитку поменяли Чтобы она соответствовала Нашему дилерскому цвету Еще больше Ну Я не буду сейчас комментировать Это вот у них Такое вот есть мнение Конечно К неофициальной Независимой станции Никто не приедет И не скажет А поменяйте здесь плитку Сделайте светлее То есть с другой стороны Вроде бы как Не забивают людям Голову глупостями А если смотреть по-другому Если смотреть на то Что дилерские требования Все те требования Которые производитель Навязывает Ну скажем так Или требует В выполнении их от дилеров Они же продиктованы Какой-то технологической Может быть необходимости О том, что делать это Именно так О том, что меняете Именно в такой срок О том, что регламент Весь порядок Прохождения автомобилей По сервису Должен быть именно таким То есть по большому счету Если не вдумываться То можно подумать Что это придирки Если вдуматься То можно понять Что это наработанная Годами технология Которая позволяет Ремонтировать быстрее Качественнее Надежнее Избегая ошибок Избегая всяких Разных проблем Вот вопрос В независимости Так ли она важна Эта независимость Или это все-таки Ну Иллюзия независимости Потому что все равно Приходится прибегать К тем же самым Правилам работы Но если от них Этого требуют производители То вы сами себя Загоняете в эти рамки Чтобы придерживаться Там И удерживать уровень И удерживать качество Ну Во-первых Дилерство не так просто Получить Ну это совсем не просто Согласен Тем более в крупных городах Это не то, что иллюзия Или загонение себя В иллюзию Это просто Сложность Финансовая В первую очередь Потому что Не так просто Я говорю Сделать Стандартное Под дилера Ну мы не можем Не знаю Кто-то может Получать дилерство Поэтому Ну вот я Почему в самом начале Передачи сказал Что у нас Достаточно давно Шел тот разговор Официальный Неофициальный Как-то он в принципе Уже себя изжил Потому что Такого противостояния Официальных и неофициальных Сервисов Сейчас просто нет Сейчас кто-то Из неофициальных сервисов Стал официальными Кто-то стал официальными Кто-то нет Но тем не менее Что неофициальные сервисы Они всегда будут Они всегда будут существовать Хотя бы просто потому Что заканчивается Срок гарантии Конечно. И несмотря на то, что сейчас люди достаточно хорошо все зарабатывают, если кто-то зарабатывает не очень хорошо, то им дают кредит, и можно купить себе там любой автомобиль практически без первого вноса, да, то есть покупка нового автомобиля это сейчас не чудо и не нонсенс, это нормально, это норма. Тем не менее, всегда будут люди, которые ездят на автомобиле годом постарше, да, но зато классом повыше, за те же деньги, за которые вот его сосед, например, в доме купил себе новый автомобиль, но более низкого класса. Я думаю, что автомобиль будет лучше, чем кое-какие новые. Крамольная какая-то вещь, говоришь в эфире. Ну, конечно, лучше. Нет, я говорю правду, причем... Нет, ну, естественно, то есть это вопрос просто в том, я не буду спорить, не буду соглашаться, вопрос просто в том, что такое лучше. Вот это лучше, оно для каждого человека свое. Для кого-то лучше иметь автомобиль более мощным двигателем, более серьезно укомплектованный и роскошно сделанный, ну, трехлетний, например, да, а для кого-то счастье это то, что автомобиль... Автомобиль новый, пусть там пластик подешевле, мотор поменьше, но он новый. От него пахнет новым автомобилем. Не сигаретами, да, и потолок там не прожжен, а курками и не истыкан каблуками. Это просто как бы... просто автомобиль такой. Я не знаю, где ты такие автомобили видел? А у нас стоят, они продаются у нас в стране, такие автомобили. То есть это автомобиль с предысторией, который оттирают, там, химчистки что-то с ним делают, поэтому у многих людей предубеждение к автомобилям достаточно сильное, к неновым. Не буду никого критировать. Это, скажем так, ну, автомобиль, потому что это автомобиль, это какое место в жизни человека занимает. Для кого-то автомобиль, это настолько что-то личное, что когда же я буду ездить на автомобиль, на котором ездил что-то, кто-то еще. Поэтому, ну, хорошо, на сегодня, я думаю, что мы уже закончили как бы обсуждать все наши дилерские и не совсем дилерские вопросы, и как бы в самом начале еще успели пройтись на тему, как нелегко приходится в нашей стране жить автомобильным спортсменом, особенно когда не за горами такое принятие решения, например, как уйти там из спорта или не уйти. Дай бог тебе долгое время еще не уходить, и дай бог все-таки тебе реализовать ту задумку, которую ты озвучил в самом начале эфира, что в следующем году занять все-таки место поближе к первому, ну, может быть, и первое. Ну, а на этом мы с вами уже начинаем тогда прощаться. Надеюсь, что мы смогли ответить на какие-то вопросы, с которыми вы так или иначе сталкиваетесь в повседневной жизни, потому что если обслуживание новых автомобилей вызывает достаточно много непонимания и разногласий, то обслуживание не новых автомобилей, ну, как бы совершенно естественно, что это еще более сложный процесс. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что были с нами, мы прощаемся. До свидания, до новых встреч. Ну, а как всегда, самое интересное у нас еще только впереди. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова